Итак, мы продолжаем проект в саду у Петра Попова врача с Викторией Самгиной. Сегодня пошел у нас день третий. Мы приступили к посадке деревьев. Сейчас мы стоим у замечательной березки полезной. Здравствуй, Вика. Привет, Андрей. Ты мне в прошлый раз обещала, что мы сделаем мастер-класс, как правильно сажать дерево. Да, в данном конкретном случае у нас дерево контейнерное, то есть мы его купили, оно не в коме, а в контейнере. Давайте мы снимем контейнер и посмотрим, что же там внутри. Значит, для этого нам нужно его бережно положить, очень бережно. То есть сейчас нам нужно... Обязательно прям положить или это надо делать на весу? Нет, его прям страшно его класть. Его надо положить, да, очень аккуратно в спирой. Да, мы бережем ствол и ветки. Вот, а дальше идет такой процесс. Ребят, покажите нам, пожалуйста, что мы делаем. Значит, мы окатываем контейнер. Иногда даже приходится бить по нему кулаком, а иногда даже прям ногой. Наша задача, чтобы внутри контейнера ком отделился от стенок. Чем дольше в контейнере находятся растения, тем сложнее бывает эту процедуру сделать. Особливо в ноябре, когда немножечко все, возможно, за ночь подмерзло. Да, но это бывает, что и летом тоже сложно. Бывает даже, что мы просто берем монтажный нож и разрезаем контейнер. Это тоже, в общем, как бы, ну, бывает и так. Хочется сказать это. Брюки превращаются, превращаются брюки. То есть кто-то нежно очень держит за ствол, причем реально нежно, потому что кора, она довольно чувствительна к вот таким вот хватам. За ствол мы только придерживаем. Потому что если мы будем сильно цепляться, сильно хватать, у дерева внутри образуется то же самое, что как у людей под кожей синяки. Вот та же самая история. И это потом может сыграть какую-то свою негативную роль в момент приживления. Поэтому за ствол мы всегда очень нежно просто придерживаем. Значит, теперь мы должны посмотреть, что же у нас. Опять-таки кладем его. Так, кто у нас в перчатках? Давайте посмотрим, что там. Начинаем его теребить. То есть нам нужно размять ком? Не размять. Сейчас наша задача посмотреть, в каком состоянии корни. Да, тут могут быть варианты. Может быть, что ком очень сильно оплетен был внутри контейнера. И нам нужно вот эти вот корешки разворошить. Потом вот видишь, вот там вот беленькая. Видишь? Это сетка. Ах, там еще и сетка. Да, там еще и сетка. Значит, на самом деле мы не знаем, да, это полностью на совести у производителя растений, у питомника, да, что там за сетка и насколько быстро она перегнет и перегнет ли вообще. Поэтому если мы ее видим, то лучше нам ее надрезать. Поэтому берем монтажный нож. Где у нас монтажный нож? Давайте найдем. Вот. Вика, это же может быть и железная сетка теоретически, да? Да, железная сетка может быть даже внутри кома, который в контейнере. А у комовых растений это, ну, вариант нормы. То есть должен, должна быть мешковина и зачастую сетка идет металлическая. Там немножко другая история. Вот. Но вот сейчас вот видите, да, что тут у нас сетка, ну, примерно такая же, как какие-нибудь там копчености, когда продают в такой вот упаковке. Но она синтетическая, да? Да, да, да. Такая же синтетическая. Мы ее немножечко убираем. Вот на самом деле видите, да, что местами она прям вот сразу отходит, да. Но все равно основа в ней синтетическая и лучше растению помочь. Поэтому мы со всех сторон сейчас вот это удалим. Попытаемся максимально извлечь ее, да? Да. И смотрим на состояние корней, пытаемся их опять-таки вот немножечко так растеребить, чтобы корешки, когда начнут переживаться, чтобы они пошли в сторону. Потому что очень часто бывает, что растение посадили. И какое-то время, через два-три, иногда через пять лет растение погибает. Когда его вынимаешь, оказалось, что вот это вот не сделали, да, и корешки не вышли из вот этого первоначального кома. И так и обвивали его дальше. И сами себя задушили. Чтобы этой истории не было, вот эту операцию по тормошению корешков нужно делать практически со всеми растениями. Когда ты их вынул из контейнера, увидел, что они там начали оплетать, этот процесс нужно остановить. Вот. Поэтому тут у нас сразу две истории. Мы и тормошим корешки, и убираем сетку. Значит, у нас нет задачи прям целиком все убрать. Но надрезать со всех сторон кома желательно это сделать. Вот. Ну и снизу тоже самое. Так. Давайте посмотрим, что там дальше. То есть надо всегда смотреть. Третий момент. Значит, мы должны проверить, где находится корневая шейка. Что такое корневая шейка? Это место, где ствол, грубо говоря, переходит в корни. Это то же самое, как я объясняю обычно, что нос у человека. Если мы это заглубим... Ну, это дыхательный орган дерева. Ну, по факту это не так, но это очень легко объясняет, что происходит, если дерево мы посадим глубже, чем находится корневая шейка. Это очень губительно, в частности, в Ленинградской области, потому что у нас и так влажность довольно большая. Зачастую у нас замокание происходит. Вот. И корневая шейка должна у деревьев и у лиственных и у хвойных всегда быть на поверхности. Поэтому мы всегда сажаем, во-первых, выше, в зависимости от грунтов и конкретной ситуации участка, от 10 до, там, бывает даже 20 сантиметров выше деревья, потому что они все равно усядутся потом. И всегда проверяем, где корневая шейка. В данном конкретном случае мы прям видим, что вот корешки у нас на поверхности, да. Хотя мы видим, что ствол довольно ровно уходит, без каких-то явных расширений, уходит в ком. То есть, скорее всего, когда формировали ком и сажали в контейнер, заглубление было. Но дерево с этим справилось, так как замока не было, оно было в контейнере, стояло на площадке. И вот эти корешки молодые, образовавшиеся, они, в общем-то, поднялись относительно, вот, скорее всего, что вот так вот как-то было раньше, да. А корешки вышли на поверхность. То есть, это допустимо и можно не выкапывать. Я думаю, что сейчас в довольно стабильном состоянии находится это дерево. То есть, мы можем вот это сейчас не отдирать, не выдирать, не срезать эти корешки и посадить выше, да, дерево, с учетом того, что вот корневая шейка, она вот здесь. Может быть, весной мы возьмем и все-таки ее чуть-чуть еще... Откопаем. Да, откопаем. Но сейчас я считаю, что это вариант нормы. Но вот вы видите, да, что тут корешков довольно много. То есть, у меня есть объективные, значит, как бы вот факторы, по которым я приняла такое решение. Вот, значит, сейчас мы будем это дерево сажать. Значит, что у нас с грунтом, да. Мы берем местный грунт. Это очень типичная ситуация. Здесь обычный полевой суглинок. Мы чуть-чуть туда добавили торфа, питательного субстракта и чуть-чуть добавили удобрений полных минеральных комплексных. Никаких особых чудес мы здесь не делаем. Почему? Во-первых, это береза. Да, то есть, это, ну, обычная совершенно береза. Она должна расти, обязана расти в обычных условиях, да. Поэтому никаких танцев с бубнами не нужно. Нужно просто ее правильно посадить. Вик, скажи, а вот ширина ямки? Угу. Значит, ширина ямки должна быть в зависимости от растения где-то от 10 до 20 сантиметров шире, чем края контейнера. Дальше, в принципе, смысла нет. Все равно корневая система будет несколько раз превышать потом ширину кроны, да, и мы не можем на такой объем все равно обеспечить вот этой какой-то питательной смеси. Поэтому смысла нет. Мы первично создаем некие, там, тепличные условия для нее на момент первого приживления. А дальше она уже должна жить в местном грунте. Очень поэтому важно всегда понимать, какое растение ты покупаешь на участке, будет ли оно там себя хорошо чувствовать. То есть, поэтому нужно понимать суглинок у тебя, супись у тебя, да, терфинистый грунт у тебя, какой у тебя уровень грунтовых вод. То есть, нормально ли будет этому дереву жить в этих условиях. И только из таких деревьев и кустарников формировать скелет своего сада. Вот это очень важный момент. Поэтому, когда спрашивают, а чем мне заменить, там, например, газон, да, помнишь, как нас спрашивают зимой, да, нет одного ответа, потому что нет очень много неизвестных составляющих. Поэтому грамотно ответить просто вот так вот с полтычка практически невозможно. Никто не, ну, из специалистов никто на такую, такую на себе ответственность брать не должен. Ну, по крайней мере, я так считаю. Значит, смотрите, что мы сейчас сделали. Мы поставили выше ком примерно где-то сантиметров на семь, восемь, десять, да. Значит, нам нужно теперь посмотреть, какой стороной мы должны это дерево поставить, да. То есть, подержи, пожалуйста. Значит, сейчас мы отойдем и посмотрим. У него есть еще стороны какие-то? У каждого растения, даже у последнего куста, есть свои стороны, да. Одно растение, можно посадить, оно будет красавчиком, а другую сторону посадишь и будет уродцем. Так, давай его повернем где-то градусов на 20 против часовой. Стоп, нет, вот так вот очевидно не надо, чуть-чуть меньше. Вот так, стоп, ага. Так, надо обойти со всех сторон и посмотреть, как это будет. Ну, вот, на самом деле, вот так я считаю, что будет хорошо. Потому что тут получается, что у нас и обзор от дома, и от дорожки, и от зоны барбекю. То есть, получается, что это такое, ну, эта клумба у нас островная. Все, что на ней сидит, оно должно хорошо смотреться со всех сторон. Вот поэтому ставить там, видишь, да, что с одной стороны крона более широкая, а с другой стороны более узкая. Это очень типичная ситуация. Зачастую так и есть, потому что хорошо формировать в питомнике, ну, обычно этого не делают, к сожалению. То есть, мы получаем полуфабрикат и дальше уже работаем с ним на участке. Осеннюю обрезку я не очень люблю. Осенью мы обрезаем только то, что у нас сломанное, да, или... Санитарное и аварийное, да. Совершенно точно не перенесет снеговую нагрузку. Вот это мы обрезаем осенью при осенней посадке. Все остальное, то есть, основная первая формирующая обрезка у нас идет весной. То есть, можем тогда весной всегда вернуться и все это сформировать и показать разницу между тем, что было и тем, что стало. Ну, тем не менее, каркас кроны, он уже заложен, поэтому ты смотришь, с какой стороны. Да, скелетные ветки тут очевидны. Вот одна скелетная ветка, да, вот там вторая, и вот там у нас аж сразу несколько. То есть, там мы будем явно что-то резать по весне, вот. Ну, и так как она у нас островная, это клумба, я не думаю, что нужно очевидно ставить широкую сторону параллельно фасаду дома, да. Мы поставили немножечко со смещением. Это более интересный вариант. Я думаю, что мы на нем остановимся. Сейчас ствол, ну, по крайней мере, с этой стороны довольно ровный. Обычно мы с разных сторон встаем и смотрим, чтобы ствол был ровным. Это важный момент. Понятно, что мы потом будем крепить, подвязывать. Но если ком внутри стоит изначально неправильно, то очень сложно с этим работать. Поэтому на этом моменте, значит, вот именно на этом, нужно, чтобы максимально ровно стоял ствол именно до того, как мы начали засыпать посадочную яму. Вот. Давайте посмотрим. Лень, посмотри, пожалуйста, с той стороны ровно. Вот с моей стороны ровно. Значит, как мы обычно смотрим? Обычно всегда в кадре есть какое-то жилое строение или какой-то столб электрический. То есть, всегда есть чем сравнить, если ты сомневаешься в своем глазомере. Все хорошо? Да. Вот как ни странно, да, вот с первой мы очень мучились. Вот березы, когда сажали, она изначально кривовато сидела в контейнере. Такое тоже зачастую бывает. Вот эту березу, вот мы ее поставили, она сразу идеально повела. Сейчас наша задача просто ее закопать, ей посадочную яму. Значит, у нас подготовлен грунт. Это местный грунт, местный суглинок, куда мы чуть-чуть добавили трофогрунта, как я уже сказала, да. Мы просто будем отсыпать, уплотняя одновременно. Желательно не оставлять воздушных полостей. Для этого мы уплотняем и лопатой, и ногами. Вика, а скажи, а не надо изначально в яму налить воды? Нет, изначально не надо. Есть технология посадки, при которой, значит, наполовину посаженное, закопанное дерево заливается водой, дается время, чтобы она впиталась, да, то есть такая болтушка, и она усаживает. Но в это время года, вот о чем мы говорили, да, что поздняя осенняя посадка, она не для всех, да. К сожалению, мы не можем себе этого позволить. То есть погода вносит свои коррективы, вот эти вот заморозки ночные, промерзший грунт. Да, да. Я очень люблю посадку вот именно вот на воду, да, но сейчас ее применять мы не можем. Поэтому мы работаем исходя из того, что есть. Значит, соответственно, сейчас это не первый, но далеко не последний заморозок. Еще несколько раз все оттает. На следующей неделе обещают и дожди, и снег, то есть это все пропитается водой. Даже вот этот грунт на самом деле довольно влажный, и мы его довольно сильно разбивали лопатами, потому что просто эта вода сейчас в состоянии льда. В другом агрегатном состоянии, но она там есть. Есть, да. Поэтому увлажнение тут еще будет вполне достаточно. Ну а вот то, что попадает туда трава, сорнячки, это не страшно? Слушай, значит, корешки в основном мы все убрали. На самом деле, смотри, вот мы сейчас сажаем, вокруг еще вот это все, да, вот дернина, да. А вот конкретно в этом месте будет цветник. То есть вот это... Да, ну и потом все равно будет формироваться приствольный круг, и газон убираться. Да, весь этот газон будет отсюда убран. У нас газон остается конкретно в одном месте по проекту, да. Все остальное просто будет убрано. Поэтому сейчас мы на этом не фиксируемся. Значит, вглубь под ком мы можем положить куски дернины, которые мы вынули из посадочной ямы. В принципе, мы это и сделали. Она там прекрасно за зиму перегниет и будет работать как дополнительное удобрение. И дернину вы переворачивали корнями кверху, что тоже важно, да, я так понимаю? Да, конечно. Да, да. Давай посмотрим на сосну. Мы вот тоже одну посадили, да, и я поняла, что нужно показать, что там внутри. Давайте, ребятки, ее тоже положим и попробуем контейнер снять. Это наша сосна горная, сортовая, которая становится с желто-оранжевыми хвоинками по зиме. По-моему, Orange Glow. Так, вынули. Вынули, вы видите, довольно ее просто и быстро. Теперь давайте ее наклоним и посмотрим. Ну, во-первых, да, вот видите, что корни уже начали оплетать контейнер. Поэтому нам их с вами нужно будет вот так вот растеребить, да, видите, некоторые корни даже бедные, да, вверх пошли. Да, они не понимают, что происходит. Это же для них нетипичная ситуация посадок в контейнер. Ну, здесь нет сетки, зато есть осмокот. Так, вот прям ты такой вот прям быстрый, нету сетки. Подожди, да, во-первых, смотрите, вот некоторые люди, когда вот видят вот эти вот милые шарики, пугаются, что это чьи-то страшные яйца. Нет, это специальное удобрение, осмокот, это хорошее профессиональное удобрение, долгоиграющее. Мы их оставляем, не боимся их. Значит, а теперь дальше мы смотрим. Кстати, а вот эта вот уже не так заглублена, хотя тоже. Горные сосны очень часто заглубляют. Я не знаю, с чем это связано, но вот смотрите, видите, я ее раскапываю, никаких корней сверху нету. Видите? Смотрите, что происходит. Так, сейчас давайте посмотрим, до чего же я докопаюсь. Вот первый корешок, смотрите, я откопала сколько сантиметров? Сантиметра? Сантиметра 3-4. 5, наверное, даже. Вот это утолщение, смотрите, видите, это место прививки. Все сортовые хвойные, они только прививаются. Вот это вот утолщение, это место прививки. И вот это все, что мокрое, темное, да, это все, что мы откопали. То есть сажать мы будем уже вот так вот. Проверяйте всегда это. Видите, да, вот эти корешки, они пошли вверх. Для хвойных это более важно, чем для березы, по крайней мере. Если береза, она небольшое заглубление выдерживает, то хвойные, они более капризные. Я тебе так скажу. Лиственные кустарники можно и даже иногда нужно чуть-чуть заглубить. Лиственные деревья заглублять нельзя. А вот хвойные, ни деревья, ни кустарники не любят заглубления. Кроме, может быть, туй. Туй чуть-чуть можно заглубить. Но не надо это делать специально. Просто если вы посадите на ту же высоту, как и есть, если вы нормально подготовите посадочные ямы, у вас все равно все осядет. Так что у сосен всегда проверяйте, где находится корневая шейка. То есть как минимум вы должны докопаться до места прививки, да, если это сортовое хвойное. Напомню, да, что сортовое хвойное любое привито. Поэтому вы вот это утолщение прививки должны найти. Вот. И только тогда вы будете понимать, на какую высоту вы должны растение посадить. Чуть выше, чем корневая шейка. С учетом того, что оно осядет. Вот, собственно, мы что сейчас будем делать. Видишь вид сверху? Видишь, нет круглой формы, да. Есть некие скелетные ветки, которые мы должны понимать, что они должны у нас смотреть в разные стороны. Так, вот сейчас я смотрю, и мне эта картинка не нравится. Смотрите, у нас есть одна часть, которая такая вот, довольно плоская. Я предлагаю ее развернуть в ту сторону. Потому что у нас там как раз вот есть этот полукруг, да. Вот, смотрите. Опа. Да. Вот. Даже еще чуть-чуть. Вот так. 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 Субтитры сделал DimaTorzok